В очень таком, ну, грудничком еще был, я не мог, мать не могла мне дать молока и сухого питания, понимаешь? И я выехал на всем этом, на козьем и коровьем молоке. Ну, раньше так и жили, так детей выхаживали, ну, раньше вообще по-другому было все, раньше и молоко было другое, сейчас мясо, мало того, что мясо, антибиотик, молоко тоже, раньше вообще, ну, реально даже вкус был другой, я не знаю, И по составу было другое. Привет, Андрей. Меня хотели вчера сделать палачом. Ты хотел, тебя заставили резать курицу? Здравствуйте. Курицу не страшно, кабанчика попросили заводить. Кошмар, ничего себе курицу не страшно. Спасибо за комплимент. Мне всех жалко, я даже мух пытаюсь спасти. Ты знаешь, что сказал? Мне Пахан подходит, говорит, надо кабанчика пойти кольнуть. Я такой, блин, там, короче, меня позвали, мне надо порочно поехать помочь. Он такой, куда ты собрался? Я такой, бать, ну, понимаешь, дело молодое, там, девчата, там, ну, не срывай мне, блядки. Он такой, блин, вот ты форточник, ладно, иди. Да уж. Давай, не смотри. Я не хочу. Я понимаю, что люди в деревне живут и едят домашних животных, но это кошмар. Я вообще, для меня это дикость. Ну, я не до сих пор к этому привыкнуть. У меня дедушка, когда этим всем занимался. Эй, ты. Это, кажется, зоофилия как бы. С курицей я только спал. Ну, да. Похоже на зоофилию. Ну, человек хвастается. Я про девушку. Хорошо, что девушка у тебя была не бошить. Да, хорошо, что курица. Конечно, можно без подробностей. Эй, ты. Это такое себе, знаете. Это как бы. Своей девушкой была курица. Это знаешь, как в том анекдоте. А, тупая она была. Имел коня. Вот это был бы номер. Если бы конь имел меня, я бы, наверное, помер. Привет, привет. Знаешь, эй, ты. Такое себе. Заходить кому-то и жаловаться на... Блин, но красиво. Блин, не понимаю. Вот есть бывшие, да, там? У всех есть бывшие. Сейчас просто будет, знаешь, такая вот изюминка правды. Ну, вот смотри, ты говоришь, она тупая курица, да? Вопрос один. Если она тупая курица, и ты с ней спал, и я так понимаю, ты был с ней не один день, значит, ты тупой петух. Понимаешь? И если она тупая, то ты ее сделал такой тупой. Почему он сделал? Нет, просто у тебя... Просто не знаю, знаешь, что меня отталкивает в людях? Вот я когда начинаю с человеком общаться... Вот у тебя есть там бывшие, например, эй, ты, да? Там бывшие. Ты же когда-то ее любил, ты с ней спал, там, не знаю, ты с ней о чем-то мечтал. Она для тебя была красивой, там, ну... И ты просто потом берешь и засираешь ее, свой выбор. Это твой выбор, хоть он и остался в прошлом. Типа, это не по-мужски вообще. Такой бред вообще. Сразу видно, что... Вот смотри, ты при том, что ты выбрал эту девушку, как минимум ты осознанно шел на этот шаг, правильно? Ты же такой, не просто шел по улице, о, девка, на плечо и пошел ее домой иметь, да? А потом наутро просыпаешься, блин, она тупая. Так странно, вот когда засирают душ, лучше бы уже молчали, да и все, это же ваш выбор был. Это очень низко. Какая разница? Мужик, когда начинает жаловаться на девушку, пусть там с ней он недолго был и прочее, как-то это странно. Это все звучит очень странно, очень. Другое дело, когда... Стараешься для девушки... Че, обзывай, куриц, господи, тупая. Фу. Нафиг вас таких. Какие-то малолетки. Сколько тебе, лет 15, наверное, да? Ну, знаешь, хвастаться, то, что ты спишь с девушкой и не встречаешься, это уже низко. Ничего низкого. А что низкого? 21 век. Чего-то низкого. Не-не-не-не-не-не. Это говорит уже о том, то, что ты ничуть не хуже этой девушки легкого поведения. Все спят, господи. Просто он сказал это открыто. сказал это открыто вот и все ну сказал бы ему не знаю у меня и сделать секс по дружбе или секс без обязательств почему она тупая курица сразу после этого я не понимаю если она тобой пользуется ты ей пользуешься и вы так скажем утешаете свой голод ничего в этом плохого нет как вы собираетесь работу тебе вам на как привет как вы собираетесь работать кто сказал что я собираюсь что-то делать сегодня привет небеси думал кому небеси блин лёха мы мы знакомы разве переспал быть добр не надо тут оскорблять кого-то звучит на самом деле тебя это не делает умнее на самом деле так и есть переспал с девушкой чем называть ее курицы тупой и прочее было всяко я понимаю если бы сказал блин такая красивая симпатичная глупенькая там что-то курица только спался вообще про вы говорили про животных ой боже не дай бог мне такие мужики это факт ну то есть если отталкиваться от твоих слов и твоего понимания то тебя тоже можно назвать тут налетели на пацана скучно просто из-за твоих рассуждений и после этого тебя постоянно звать тупым ну еще и приписать этому петуха тупого понимаешь и тебе будет как минимум когда тебя в какой-либо компании будут петухом тупо называть налетели на пацана все это будет тебе уроком если ты делил с ней постель просто не унижай и не оскорбляй даже если мы ее не знаем вот именно что не надо говорить какие-то вещи джейсон здравствуйте я познакомился с девушкой вот и она мне пожарила блинчиков даже не хожу него засираю побегая не говорю то что она мне жарила блинчиков вот она курица тупая я говорю хорошая девушка были дочка и очень вкусно готовит понимаешь дакете больше скажу она меня еще раз зовет на блинчики от это да вот это конечно поворот это поворота блинов захотелось кто мне приготовил никто на никто не готовит мне все сама все сама приезжай ко мне в деревью я попрошу слишком далеко слишком далеко я лучше спущусь спущусь пятерочку куплю продукты и спеку здравствуйте николай хорошо я еду зачем ко мне ехать меня никто не приглашает на блины меня и древню ты и а